Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Некоторые полуразрушенные мечети в Зангеланском районе использовались как хлев В них держали свиней Эти видеокадры имеются В Агдамской мечети держали свиней И это преступление против всего мусульманского мира Преступление против исламской религии Все мусульманские государства должны увидеть это И мы доводим эти реалии до внимания руководителей всех мусульманских стран Рассказывать о вандализме в отношении памятников азербайджанской культуры можно долго Все следы присутствия азербайджанского народа в Карабахе и восточном Зангизуре Окупанты пытались тереть долгие годы Религиозные храмы, святые места Это не только культурный код Это прямое доказательство Что на этих землях жили мусульмане-азербайджанцы Именно поэтому они разрушались с особой жестокостью Мы насчитали 65 разрушенных мечетей на территории Карабаха и восточного Зангизура Но эта цифра с каждым днем растет, потому что наши мониторинги продолжаются И в разных селах, в разных городах мы находим новые разрушенные мечети И поэтому эта цифра растет Сегодня мы находимся в руинах, законсервированных руинах Зангеландской мечети, старой мечети Мы, когда сюда пришли, нашли вот эту разрушенную часть в еще худшем состоянии, которое вы сегодня видите Потому что сегодня мы даже эти руины постарались восстановить и оставить в качестве мемориала для будущего и для всего мира Чтобы показать тот факт мандализма, который был совершен со стороны армян Наглядная демонстрация – выставка под открытым небом Разрушенные мечети и усыпальницы, разграбленные мусульманские кладбища и захоронения С такими варварскими последствиями оккупации можно столкнуться не только в Зангелане Физули, Джобраил, Губадлы, Лачин, Шуша Этой экспозиции невозможно отразить даже малую часть разрушений, настолько великих масштаб Но показывать все это нужно, ведь намеренно уничтожались не просто объекты азербайджанского культурного наследия Это памятники, имеющие общечеловеческое значение В рамках реставрационных работ в этих руинах мы нашли три очень уникальных камня Датировка которых приходится на 1717 год И сегодня мы их выставляем здесь на нашей экспозиции В качестве тоже мемориала, который был найден, когда мы сюда пришли Бережное отношение здесь ко всем обнаруженным объектам Все это – часть истории Так же, как и Зангеланская городская мечеть Она относится к XIX веку Это не только религиозный объект, но и важный исторический памятник Поэтому к восстановительным работам привлекались лучшие из лучших Местные и зарубежные специалисты Фонд Гейдара Алиева проводит реставрацию и строительство множества объектов Культурного и религиозного значения на освобожденных территориях Ко всем этим проектам могу даже привести несколько примеров Это Юхары-Йоф-Харага, Ашары-Йоф-Харага, Агдамская Джума-Мечеть и другие Привлекаются местные и зарубежные эксперты Создается рабочая группа и затем они совместно принимают решение о том Как именно будет восстанавливаться та или иная мечеть На это влияет множество факторов Зангеланская городская мечеть – один из таких проектов Во время оккупации она была практически полностью разрушена В отношении этой мечети было принято решение о консервации А рядом возвели новую мечеть Восстановительные работы длились два с половиной года Несмотря на сжатые сроки, здесь детально прорабатывался каждый элемент Новая мечеть прямоугольной формы В ней устроены молитвенные залы на 220 и 100 человек Купол и минареты сделаны из кирпича, облицованного изразцами Все работы выполнены вручную, а в орнаменте заложен особый смысл Опираясь на традиции древней азербайджанской школы искусства Мастер стремился показать связь между прошлым и будущим Мечеть – это необычное строение Для того, чтобы построить мечеть, в первую очередь нужно знать ее атрибуты Их смысл Что такое алтарь, что такое купола Купол, к примеру, это символ солнца Или минареты, это возвышение к небу, к богу, элементы Как можно, не зная сторону, с которой мусульмане обращаются во время молитвы, строить мечеть? Нужно знать такие тонкости Посмотрите на узоры В отличие от других мечетей, здесь фасад выполнен из брамора В отделке мраморных арок, если присмотритесь, заметите изразцовые плитки Также есть шабяка А что означает шабяка? Бесконечность Узоры и орнамент переплетаются и дополняют друг друга Все связано на куполах, как на самой мечети, так и на источнике рядом С ним изображены символы солнца На боковых фасадах также роспись, узоры солнца и имена бога Адалят Мамедов – автор множества религиозных объектов, включая знаменитую мечеть Гейдара Каждая его работа неповторима, ведь каждый – особый подход Возведение храмов требует большой ответственности и глубоких знаний Потому что при строительстве учитываются не только религиозные традиции и обряды, но и особенности местности Здесь одна из важных целей – сохранить традиции Карабахской школы архитектуры Как в работе над фасадом мечети, так и в отделке внутри нее Купола, минореты и так далее Если обратите внимание на парадный вход, боковые двери, их арки, дизайн Здесь использовались элементы, присущие именно Карабаху Мечети в регионе имеют сходство Многие из них небольшие по размеру Ранее при молитвах разделяли мечеть на женскую и мужскую сторону с занавесами Но здесь мы решили делать так же, как было присуще мечети в Шуше Вход раздельный для женщин и мужчин Это своего рода величие, и мы его сохранили Один из самых важных пунктов – сохранение самобытности Сейчас, когда настоящие хозяева возвращаются на свои родные земли Они обращаются к воспоминаниям о жизни в Зангелане до оккупации Они часами могут рассказывать о том, где находился их дом, как добирались до школы, кому ходили в гости Сохранилась в их памяти и городская мечеть Зангелана И совершенно не важно, впервые они приезжают на освобожденные территории Либо им уже удалось побывать здесь ранее Эмоции настолько сильные, что многим не удается сдержать слезы Я приехала в Зангелан впервые Мне сложно передать чувства, которые меня переполняют Когда проехали табличку с дорожным указателем, я не смогла сдержать слез С большим чувством гордости я сегодня нахожусь здесь Спасибо нашему президенту, нашим ветеранам Только посмотрите, как возрождаются эти земли Какая инфраструктура? Одна эта мечеть – повод для гордости Тысячи людей могут приходить сюда, совершать здесь свои молитвы Это само по себе большая честь и гордость Зангеланская мечеть – мечеть страны-победительницы Это неудивительно Господин президент Эмихрибан Ханум лично посещает освобожденные территории Все восстанавливается, возрождается к жизни Я бы очень хотел, чтобы как можно больше людей вернулись сюда В свои дома и могли бы молиться в этой прекрасной мечети Восстанавливая религиозные объекты, храмы и мечети Азербайджан не просто реконструирует здания Но и возрождает веру, которая в них живет Возвращает пороганную сакральность этих мест Долгие годы азербайджанский народ жил верой в то, что настанет день И настоящие хозяева вернутся в свои дома Этот день настал Сегодня, возрождая свои освобожденные территории, Азербайджан возвращает сюда жизнь Эльмира Мусазаде, Зайра Токишиев, Сибиси Эльмира Мусазаде, Зайра Токишиев Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова